Наталья Нестерова Муж Дуни, Степан, рассказывал, что когда был маленьким, у них в семье жила кошка. Она регулярно приносила котят, их топили в ведре с водой. — Потому что, — объяснял Степан, — они такие хорошенькие, когда подрастают, привязываешься к ним. — Утопить, чтобы не привязываться? — насмешливо спросила Дуня. — Разумеется, — ответил Степан без тени смущения. Их Дуни и Степана брак уж полгода не трещал громко по швам, но тихо расползался, как ветхая ткань. Пяти лет оказалось достаточно, чтобы отношения изветшали. Ни бурных ссор, ни изматывающих конфликтов, ни измен, ни обид, только постылая зевотная скука. Будто два животных, бычок и телочка, днем пасутся каждый на своей поляне, вечером в одном хлеве сходятся, пожуют сено, воды попьют и на боковую. Завалятся на солому, нехитрым быстрым привычным сексом займутся, без страсти, а чтобы зуд плоти унять, как почесаться, и заснут спина к спине. Дядя Саша на правах старожила, помнящего и бабушку с дедушкой, и родителей Дуни, как бы принявший от них эстафету присмотра за молодой наследницей, прошелся по дому. Дуня приехала поздно ночью, а с шести утра драила веранду, большую комнату с печью, горницу, как называл ее дедушкам, три спальни. Пыльный, затхлый в паутине по всем углам дом, словно упрекал ее, забросила. Проветренный чистый дом оживал и радовался, дышал. Вот теперь славно. «Ладная ты девка, Дуня», — похвалил дядя Саша, усаживаясь пить предложенный чай. «Не то, что моя внучка Аленка. Приедет, носом покрутит, обрызгается с ног до головы от комарья, компьютер под мышку и заваливается в тенечек по кнопочкам щелкать». Дядя Саша и тетя Оля обожали внучку и критиковали ее с единственной целью — очередной раз услышать, что их косатонька — умница и красавица. Хотя нежелание молодых горбатиться на даче, кормиться с земли, старики считали глубоким заблуждением. Дуня помнила, как дядя Саша еще с ее отцом спорил. «А если завтра война?» — вопрошал дядя Саша. «Где прятаться? Чем кормиться?» «Если война, современная война», — уточнял папа, «то кормиться никому и нигде не придется». «Вот не скажите», — подавала голос раскрасневшаяся тетя Оля. «Свои продукты экологомичные», — поняв, что сморозила что-то не то, поясняла. «Экономичные и без нитратов». «Да уразумеете вы», — горячился папа. «Вашему сыну на даче отдых нужен, а не окучивание десяти соток картошки. Он прекрасный инженер, на воздухе в благодати сельской восстановится и купит вам три вагона картошки». «Не та это будет картоха», — мотал головой дядя Саша. «Не та», — печально вторила тетя Оля. Соседи уходили, папа с мамой мыли посуду, Дуня крутилась рядом. Она обожала слушать их разговоры. Когда с ней играли, дурачились, тоже прекрасно, но присутствовать при их общении — отдельное удовольствие. «Как странно», — говорил папа, — «что Оля и Саша, хоть и с деревенскими корнями, но жизнь, прожившая в городе, он слесарь в депо, а наш виян на фабрике, выйдя на пенсию и поселившись здесь, быстро превратились в завзятых крестьян». «Я тебе больше скажу», — отвечала мама. «Строго между нами. Они детдомовские, какого рода племени не знают. И дом этот купили, а вовсе не от тетки достался. Кто-то пустил слух, может, сами и пустили. Легенда хоть какое-то прошлое, семья, предки, корни». Мне Оля в слезах, в порыве откровенности рассказала, после того, как мужик кромыслом гоняла за то, что клюпки солдатки шастал. «Дуня», — заметила ее мама, — «что ты здесь делаешь? Зачем ты это слушаешь? Немедленно спать, сейчас же». Хлестнула небольно по спине, а папа поймал ее у двери, обхватил лицо мокрыми в складочках на пальцах ладонями. «Моя Дунечка», — поцеловал в макушку. «Спокойной ночи». Она долго не могла простить родителям своего идиотского имени. «Дунька», — ха-ха-ха. «Евдокия» звучит лучше, но так ее станут звать в старости. Дядя, мамин брат, звал ее Евдоха. «Очень мило». Папа умер неожиданно в пятьдесят лет. Говорится, скоропостижно. Утром говорил, что поедут на дачу, ему нужно только на работу заскочить. На даче будут исключительно отдыхать. Только соберут ягоды, наварят варенье, снимут и засолят огурцы, опрыскают от фитофторы помидоры. Нечего делать, к полуночи управятся. На работе у папы случился инфаркт. Скорая констатировала смерть. Во время похорон на поминках мама была полусонная, заторможенная, не слышала обращенных к ней речей, глупо и непривычно, точно извиняясь и заискивая, улыбалась. После поминок они, дочь и мать, сидели на кухне. Тупо, безвольно, молчаливо. Жизнь не кончилась, но обрезалась. Можно ведь жить, если тебе отрежут руки, ноги. Лучше бы сразу голову. «Он очень меня любил», вдруг заговорила мама. «Так, как нельзя, как не бывает даже в книжках. И когда он не знал, куда деться от чувств, он называл меня Дуня. Моя Дуня. Потом ты родилась». И он сказал, «Это моя настоящая персональная Дуня». Я, нелепо вспоминать, даже ревновала. Дуне всегда казалось, что у нее во взрослой жизни будет как у родителей. У нее папины глаза и мамина улыбка. Будто это схожесть, билет в партер на потрясающий спектакль. Ничего не надо делать, имея наследственный абонемент. Роковое заблуждение детей, имевших счастливое детство и заботливых родителей, прониковые условия. «Погода-то какая!» сменил тему дядя Саша. «Июль, а холодрыга и третью неделю льет. Всемирное потепление. Уши оборвать метеорологам». «Забавная логика», — мысленно усмехнулась Дуня. «В плохой погоде виноваты метеорологи, а в пробках на дорогах производители автомобилей». «Романтическая погода, дядя Саша. Три часа дождь с стеной, потом на несколько минут проглянет солнце, и все становится зеленым, чистым и блестящим. Может, боги там?» она потыкала пальцем в потолок. «Решили устроить большую стирку и генеральную уборку. По доброте душевной прачкам и уборщицам дают перерывы». «Какие боги?» не понял дядя Саша. «Олимпа, Зевс, Венера и прочие Аполлоны». «Ты это брось!» нахмурился дядя Саша. «Бог у нас один, Иисус Христос». Неудачно пошутила. Извините. «Ты мне лучше скажи, супруг твой приедет или опять сама будешь косить треймером махать?» «Не приедет, много работы. Сами знаете, настоящие мужики вкалывают от зари до зари, как лошади». Лошадь Степан в данный момент нежился на пляже турецкого отеля. Договорились, что Дуня присоединится к нему через неделю. Просить Степана помочь на даче, все равно, что предложить пианисту канаву выкопать. Причем канава просуществует несколько месяцев, а в следующем году ее надо снова копать. Труд бессмысленный и тупой. Степан был не музыкантом, а преподавателем физики в колледже. Добрым, милым, галантным мужчиной, которого обожали коллеги, в основном женщины, ценившие Дуниного мужа за миролюбие, за бесконфликтность. Они не догадывались, что эти замечательные качества проистекают из громадной лени, нежелания напрягаться, душевной вялости, возведенной в такую степень, что она уже превратилась в некое подобие деликатности интеллигента, броня, ставшая кожей. «В дождь косить нельзя», сказал дядя Саша. «И зачем тебе эта дача, Дуня? Приезжаешь раз-два в год, наводишь порядок в доме и на участке, и поминай, как звали, до следующего лета. Точно за могилами ухаживаешь». Дуня опустила голову, чтобы не показать, как ранят ее эти совершенно правдивые слова. Ей не нужна дача как место отдыха, релаксации, и завзятой огородницей она никогда не была и не рассматривала старый, хоть и крепкий дом с одичавшим участком как денежное вложение. Она просто не могла расстаться с местом, которое помнилось пеленок, где ее любили, баловали, где еще крепкие дед и бабушка заложили сад, где родители осенью собирали листья, картофельную ботву и прочие садово-огородные остатки, устраивали костры, дым от них стелился по земле, играл как живой, то кудрявился, то вытягивался длинными дрожащими языками. Пахло приближающейся зимой и сжигаемым летом. Да, лично мемориальный комплекс. У дяди Саши и тети Оли была навязчивая идея купить соседский участок. То есть приобрести его должны Алена с мужем, не совсем ведь они лопухи, поймут пусть со временем, что земля — это вечное богатство. Их же дядя Саша и тети Оли задача уломать Дуню и сбить цену. Дядя Саша даже выучил выражения, несвойственные его речи, вроде «Сейчас предложение опережает спрос». За бесценок отдают. В деревне три дома на продажу выставлено. Вот пусть ваш сын их и покупает. «Как ты не понимаешь?» Дядя Саша смотрел на нее так, будто Дуня сморозила несусветную глупость. «Землю наследства надо объединять, прирезывать. Как ты на языке прирежешь?» Тещиным языком или просто языком назывался своего рода полуостров в излучине реки, отрезанный от деревни вырубки почти на километр. На языке стояло четыре дома. Дяди Саши, Дуни, Кирилла Сергеевича, крупного шумного патриарха главы большой семьи. Его все почему-то называли «Ангел», даже внуки. Дедушка-ангел. Крайний четвертый дом был несчастливой судьбы. Уже лет десять его все время продавали и покупали. Нынешняя хозяйка дома симпатичная Алла Дмитриевна из бизнес-леди, не потерявших простой человеческой доброты, которая сквозила в улыбке, без натуги щедрой. Кроме дяди Саши, все были дачниками, то есть приезжали только на лето. Дуния и Алла Дмитриевна с семьей урывками, ангел-патриарх почти на все лето. Спелся с дядей Сашей, осенью относил к нему в сарай технику и инструменты, телевизоры и прочие ценные вещи. Уже не воровали лет пятнадцать, но все помнили, как чистили дачи, как лопаты и вилы надо было хоронить или возить в город. Дядя Саша зарился на соседний, Дунин участок. Ангела не сковырнешь, у него наследников что моли. Последнее домовладение несчастливое, там черти поселились. А самое главное, Дуню можно прирезать. Не в смысле душегубства, а участок своему присоединить. Его уговоры шли по двум направлениям. Дуня не знает своего счастья и избавления от дачи, и она, как добрая душа, должна сделать хорошо для наследников дяди Саши. Последний мотив был трогателен. Словно к тебе домой заявился сосед и на чистом глазу укоряет. «Два телевизора имеешь, а у меня ни одного нету. Не будь жадиной, прояви благородство, отдай мне один из телевизоров». Дуня знала, что этот разговор состоится, и ей придется юлить, отнекиваться, говорить, что подумает. Однако аргумент, который дядя Саша привел в конце своей уговорительной тирады, Дуню шокировал, потому что применительно к телевизорам он означал «отдай по-хорошему». «В случае что?» – с прищуром и притворной скорбью говорил дядя Саша. «Пожар, например. Проводка-то в доме старая. Останутся одни головешки, пока пожарные приедут. Их еще и дозовись». «Сама просить станешь, чтобы купили погорелье, и цена будет плевая». «Спалит старый черт», – мысленно чертыхнулась Дуня. «Свихнется окончательно, маразм победит и спалит». Восьмидесяти трехлетний дядя Саша был поджар, жилист и вынослив в работе. Про свою жену-ровесницу, полную женщину, он говорил. «Три моих объема сметаны с медом». Она тоже была трудягой, каких поискать. Но с головой в последнее время старики не дружили. Год назад Дуня, совпав по времени с приездом Алены, мягко, деликатно и научно ее спросила. «Тебе не кажется, что у бабушки с дедушкой наблюдаются когнитивные нарушения?» «Поехала крыша и чердак протекает», согласилась Алена. «Что три дня назад было, не помнят и постоянно рассказывают одни и те же истории своей героической молодости. То маразм погоняет склероз, то склероз маразм». «Но они хорошие», Алена уставилась на Дуню с готовностью защищать деда с бабкой. «Замечательные, для меня как родные». «Не приведи, Господи», сказала Дуня дяди Саши и для усиления эффекта перекрестилась. «Случись такая беда, вы уж не обессудьте. Продам олигарху». «Три года назад мы с компанией приезжали, был школьный приятель Степана, ныне жутко богатый, и его супруга. Помните?» «Но...» С показной уверенностью кивнул дядя Саша. Он часто сталкивался с обвинениями детей и внуков, что не помнит ни черта. Произносил многозначительное нейтральное «ну», мол, говорите, послушаю, я ничего не забываю. «Олигарху очень понравился наш участок, его жене еще больше. Постоянно предлагают продать, в их планах прикупить всю землю до реки, там личный пляж устроить, а на месте дедушкиного дома, конечно же, отгрохают замок-коттедж». На идею про несуществующего олигарха и его грандиозные планы Дуня натолкнула воспоминания о том, как ловко Степан разрулил ситуацию с квартирой, которую сдавал. «Вялый пофигист» не означает недоумок. Когда возникала ситуация, грозившая нарушить его комфортную жизнь, Степан напрягался и проявлял завидную изобретательность. И его преподавательская и дуни реставратора зарплаты были скромными. Безбедно существовать, модно одеваться, хорошо питаться и отдыхать на заграничных курортах позволяла рента от большой четырехкомнатной квартиры, доставшейся Степану от деда-генерала. Квартиру на первом этаже сталинского дома сдавали под хостел. Если бы сдавали семье или покомнатно гастарбайтерам, выходило бы в два раза меньше. Владелец хостела проблемы с участковым и прочими властями закрывал самостоятельно. Но через год стали проявлять недовольство соседи. Дверь подъезда постоянно хлопает, шляются неизвестно кто, и надо выяснить, платит ли налоги Степан за сдаваемую площадь и контролирует ли ситуацию участковый. Прикормленный участковый сказал владельцу хостела, «Разрули». Тот позвонил Степану, «Разрули, не могу же я еще и всем твоим соседям каждый месяц отстегивать». Закончив говорить с арендатором, Степан несколько минут сидел молча, уставившись в потолок. Потом по городскому телефону набрал номер старшей по подъезду и заварковал, вставляя реплики в ее суровый монолог. «Да-да, Клавдия Дмитриевна. Конечно, конечно. Ах ты, Господи! Клавдия Дмитриевна, дорогая, на вашем месте я бы точно так думал и действовал». У Степана был потрясающий голос, то есть не просто голос, бархатный баритон, но и доверительные интонации, какое-то мурлыканье, угугуканье в паузах. «Казалось, что ты говоришь самым человечным из человеков. Если добавить визуальное общение, ласковые глаза, сочувствующие гримасы, то просто погибель, какой красивый, сильный, понимающий и добрый мужчина». Когда Дуня с ним познакомилась, она была сражена психологически и эстетически, как от гениального художественного произведения, вроде скульптуры или оперы. Желание обладать этим уникальным творением она приняла за любовь. «Клавдия Дмитриевна», заговорил Степан, когда женщина выдохлась, «я вас очень понимаю, но и вы нас поймите. Мы с женой бюджетная пара во всех смыслах. Зарплата из госбюджета и на нее только бюджетно с большим трудом можно существовать. Но ведь должен кто-то и на страну трудиться. Это не означает, что ситуацию нельзя изменить. Есть вариант, меня давно к нему подталкивают. Перевожу дедушкину квартиру в нежилой фонд, продаю коммерсантам. Они хотят открыть магазин. Клянутся, что книжный плюс концтовары. Но кто их знает? Сегодня книжный, а завтра секс-шоп. Наша дверь в квартиру станет технической, а вход в магазин прорубят с фасада. Сам не хочу. Но что бы вы на моем месте делали? Что? Конечно, подумаю. Никакой спешки. Спасибо. Очень признателен. Милый лжец, сказала Дуня, когда Степан положил трубку. Субтитры создавал DimaTorzok